Уже 7 лет крымчане это граждане России и сегодня мы расскажем как живет полуостров в составе Российской Федерации. Это совершенно было божественно. Единственное, что все говорят, что нас насильственно вели под дулом автомата на референдум, а на самом деле уже в 7-15 утра я хотела прийти пораньше, чем другие и быстренько проголосовать. Там была уже очередь из 200 человек. Была просто эйфория, когда мы все не ожидали ничего такого. Хотели, хотели, но вдруг, когда это все случилось, это было как будто под каким-то куполом счастья, которого никогда в жизни никто не ощущал. Теперь мы знаем, что такое счастье. Мы проголосовали честно. Почему нас не признают? Это очень странно, поскольку друзья иностранцы есть. Вот мнения просто полярные у людей там. Одни говорят, что это трудно и так далее. Много наших друзей говорят о том, что правильно и Крым должен был воссоединиться еще раньше с Россией. Конкретно из Англии, из Америки люди говорят об этом. Поэтому не все разделяют мнение тех западных радикальных настроенных и немецких, и других представителей. Ну, наверное, я расскажу о том, что у нас произошло в Керче. Это самое яркое воспоминание. Как к нам приехали, по-моему, с Майдана какой-то митинг делать или что-то такое. Наши керчане, короче, немножко их выгнали с города. И после этого как бы вся заварушка с переходом началась и все остальное. Ну, вот мое воспоминание, типа, я помню именно так. Большая массовка, туды-туды, и смотрим уже референдум. Не хотелось войны. Я понимал, что если Украина ворвется в республику, ну, здесь будет такая резина, что ни одной стране мира это бы не хотелось бы видеть. Инфраструктура меняется очень резко. Типа, если сравнивать, что было при Украине сейчас, ну, типа, это два разных региона. Ну, типа, не отличить. Очень сильно, типа, изменилось. Я думаю, что им стоит приехать к нам в республику, посмотреть, что здесь происходит на самом деле, а не смотреть, так скажем так, из-за бугра на происходящее. Потому что говорить в Брюсселе можно многое, а приехали бы сюда, посмотрели и поспрашивали вот народ, что здесь происходит. Моя страна не расширит Кримея, потому что это произошло в прошлом, после World War II. Я здесь, потому что я не предупреждаю моего государства, особенно для России и Кримея. Это очень плохое, очень плохое. Американская политика и американские экспедиции и американские экспедиции в прошлом. Все началось еще с Киевского Майдана. Тогда стало понятно, что крымчане будут не согласны с этой идеей. Когда к нам отправили поезд дружбы, мы уже были готовы к тому, что этот конфликт не решится мирным путем. Оставалось надеяться на помощь России. Для меня было очень важно сохранить целостность своей родины, многонациональной культуры, традиций без украинских нововведений. Крыму живется хорошо, но есть неудобства из-за непризнания Крыма международным сообществом. Это нас несколько оскорбляет.